Всем привет! Блокпост начинает работать! Всем доброго времени суток! Здравствуйте! Наш сегодняшний ролик необычен по формату. Мы не открываем коробочки с солдатиками и не занимаемся хоббийными делами. Сегодня мы поговорим о перспективах на новый сезон. Сезон 2019-2020 годов. В этом году мы с вами будем встречаться по-прежнему два раза в месяц. 4 и 24 числа каждого месяца. Я, по крайней мере, приложу все усилия, чтобы это происходило именно так. В начале месяца открываем коробочку с солдатиками, а в конце месяца занимаемся делами хоббическими. Теперь вопрос о тематике. Как вы поняли из представленных иллюстраций, нас с вами будет интересовать XVI век. Как известно, в начале было слово. И слово это сказал известный отечественный историк Виталий Викторович Пинской в своей книге «Военное дело Московского государства». История русских вооруженных сил XV, XVI, начала XVII веков. Чудесная книжка. Самое вкусное. То, что мне больше всего интересно. Как были устроены вооруженные силы. Как они комплектовались. Логистика, снабжение, вооружение. Тактика, стратегия. В общем, возьмите эту книжку, скачайте на свободном доступе, прочитайте, не пожалеете. Прочитав эту книгу, я для себя решил. Всё, будем набирать армии по Ливонской войне. Ну, начать, естественно, надо с русских. А есть ли наборы на русскую армию? Вот вопрос. И тут, о чудо, как пошли соответствующие тематические наборы от компании Redbox, а также, не забудем, старушку-звезду. Что вопрос с набором русской армии отпал сам собой. Все эти коробочки в течение года мы с вами внимательно рассмотрим, содержимое их, изучим. Не пропустите. А кому же стать супротивником православного воинства? Посмотрите внимательно на этого брутального, модно одетого мужчину. Этот человек, современник Ивана Грозного. Правитель европейской державы. Со своей безумства его считали современники сумасшедшим шизофреником. Он жестоко карал непокорных вельмож. Многих убивал, даже лично. Сажал по тюрьмам и всячески тиранил. Сватался неудачно к Елизавете английской, как и Иван Грозный. В конце жизни братьями был свергнут и посажен в тюрьму. Из тюрьмы вел переписку секретную с Иваном Васильевичем. Мечтал вырваться на свободу. Наши пытались ему помочь, да не смогли. Умер в тюрьме. Считается, был отравлен. Этот смелый и замечательный во всех отношениях мужчина, кроме всего прочего, провел шикарную военную реформу и создал в своем государстве современную армию. Постоянное войско, вооруженное огнестрелом, а также развитую конницу. Согласитесь, как много параллелей. Это Эрик XIV, король Швеции. Вот и противник Швеция. В чистом виде наборов для именно шведской армии на 16 век не существует. Но используя вот эти вот коробочки, а также фантазию, прямые руки и немножечко Гринстафа, армию шведов мы легко соберем. Все эти коробочки также на канале мы обязательно внимательно вскроем и изучим. Итак, Швеция против России, 16 век, Ливонская война. Будет круто. В этом году мы очень много с вами уделим внимания различным аспектам хобби. Прежде всего конверсия. Мы будем с вами и лепить, и клеить, работать с огнем. Мы даже с вами кое-что поотливаем пиратским образом в домашних условиях. Все это будет на канале, ролики уже сняты, ждут своего часа. Вообще будет много интересного на самом деле. Единственное, что я пока не определился особенно с правилами, но думаю, что я до конца года вряд ли смогу собрать обе армии, потому что там реально много фигурок надо покрасить. Но я приложу все усилия. Признаюсь, мне прежде всего интересно будет собрать именно шведскую армию. Ну что, на улице идет дождь, начинается новый учебный год, а на канале новый проект. До встречи!